Христос воскресе! Также вы знаете, что в особое время, когда возникают задолженности по оплате вещаний или требуется существенная техническая модернизация, мы обращаемся к вам, в том числе и с помощью таких марафонов. Об этом свидетельствует тревожная красная строка внизу экрана, а в крайних случаях две такие полосы. Если вы спросите нас, куда были потрачены деньги от марафонов, что нового, мы сможем рассказать, а главное показать наглядно. Вот, к примеру, вспомним марафон 2013 года, тогда мы собирали средства на покупку так называемых рюкзаков, портативных устройств, позволяющих выходить на связь в прямом эфире из различных точек мира. В частности, благодаря такому оборудованию мы с вами все чаще можем видеть в прямом эфире патриаршие богослужения. Ну а сейчас мы хотим показать вам наш первый опыт использования рюкзака. Моя коллега Светлана Ладина тогда отправилась на колокольню храма Большой Златоуст в Екатеринбурге. Христос воскресе! Дорогие наши зрители, у нас в Екатеринбурге, так же, как и у вас, 25 апреля, светлая пятница, шестой день светлой седмицы. Только у нас к этому всему еще, видите, снег, ветер и установившийся снежный покров. Однако даже эти скорбные обстоятельства не испортили нам пасхального настроения и не отбили желание подняться на колокольню самого высокого в городе храма и позвонить в колокола. Музыка Я с удовольствием представляю вам старшего звонаря Екатеринбургской епархии, протодиакона Дмитрия Обожанова. Батюшка Христос воскресе! Батюшка Христос воскресе! Пока не пошел снег вчера, хоть отбавляй, сейчас желающие уменьшились. Но в основном кто приходят? Дети, люди среднего возраста, мужчины, женщины? Совершенно разный состав и очень много разных желающих. Я хочу отметить, что в том году, когда светлая седмица совпала, 9 мая совпала с одним из дней светлой седмицы, то на 9 мая у нас был рекорд, там где-то, может, немножко не доставало тысячи человек, может. Ничего себе! Отец Дмитрий, а вот это вот что за колокола, вот те, в которые вы сейчас звонили? Там даже вот совсем маленькие есть, сколько они весят вообще, что о них можно сказать? Это трельные колокола, весом от 8 до 20 килограмм. В них вызванивается трель, так называемая, поэтому называется трельные колокола. Самые маленькие, по размеру. Следующие колокола идут за звонные. Они уже весом от 36-40 килограмм и до 360 килограмм. И самый большой колокол нашей звонницы – это колокол 16 тонн. До революции это был 23-й колокол по весу в России и 35-й в мире. А сейчас? Сейчас неизвестно. Но поскольку большевики работали долго и основательно, то он, наверное, уже ближе к первым местам. Но, слава Богу, по многие веси и грады, и монастыри нашей страны, и не только наши, отлиты колокола даже и большим весом. В частности, например, в Троице Сергея Лавры, в Лавре висит колокол «Царь» 72 тонны, например. На Соловках есть большой колокол, на Ламе и других монастырях, в Аллатаре. Батюшка, какими качествами, помимо выносливости и отваги, и мужества, должен обладать «Звонарь»? Быть верующим человеком и любить это дело, любить колокольный звон, чтобы славить Христа с помощью колоколов и также своей жизнью, естественно. А вот «Звоны», они же так же и как и мелодии, они же разные бывают. Вот у Вас есть самый-самый любимый «Звон»? Самый любимый «Звон», у «Звонарей» обычно три «Звоны», их много разновидностей. Самый любимый «Звон», который любят все «Звонари», это «Звон красный» или «Звон, когда совершают удары во все колокола несколько «Звонарей». Называемый «Звон» ансамблю «Звонарей». «Красный пасхальный звон». А в одиночку можно его исполнить вот на этих колоколах? Можно, в принципе. Давайте попробуем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Но при этом ощущение абсолютного счастья. Колокольно — это место чудесное и очень-очень благодатное. И еще и еще раз говорим вам. Давайте вместе. Христос воскресе! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok